Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это 10 юбилейный выпуск гениальных шашечных комбинаций. Сегодня мы с вами рассмотрим комбинации, ставшие классическими в русских шашках. Вначале рассмотрим партию Азимов НАТО в 1936 году. Был разыгран дебют, обратная игра Бадянского CD4HG5 и белые связывают левый фланг черных. Черная игра GH6 это лучший ход. Ну и здесь у белых есть в принципе два хороших хода это DC5 и FG3. Но белые здесь сделали DC3, не лучшее продолжение и черные начинают уже перехватывать инициативу DE5. Белые играют AB4, ну и в этой позиции за черных очень хорошо было сыграть GF4 с хорошей игрой. Но черные решили сыграть на ловушку и не ошиблись. EF4 провокационный ход. Теперь у белых есть три хода. CD2, ED2 и FG3. Два из них уже проигрывают. Давайте рассмотрим ход FG3. Это уже плохо. Черные выбивают важную опорную шашку C1 и видите, здесь везде стоят комбинационные угрозы. Кроме того, еще видите, у белых есть так называемая решетчатость. Черные играют тут же FE5, ну и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Если они бьют шашкой H4, тогда бьем таким образом. И проводим свой финальный удар на поле C1. Еще до конца бьем, красиво. Если черные играют FE5, белые бьют шашкой D4, тогда проводим удар таким образом. Ой, прошу прощения, не HG7. Играем GF4. Ну и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают, допустим. Побили на G5. Побили, побили, побили. И снова проводим вот этот удар с поля A7 на поле C1 с выигрышем. Правильно, конечно, в этой позиции закрываться за белых ED2. Ну и здесь у черных начинаются проблемы. Лучше всего, наверное, защищаться за черных таким образом. Пожертвовать шашку и затем сыграть BC5. Ну и естественно, B на D6 бить нельзя, поэтому приходится бить в другую сторону. Ну и здесь после CD4, B7 преимущество, конечно, на стороне белых. У них гораздо более приятная позиция. Белые заметили удары на поле после хода FG3 и поэтому сыграли CD2. Думали, что у них железобетонная позиция. Не видно, как подобраться на поле C1. Но на самом деле здесь черные также проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивую комбинацию за черных. Кстати, она тут еще и двухвариантная. Черные играют Fe5. Ну и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Если они бьют H на F6, тогда бьем. Бьем, бьем. Ну и здесь играем HG5. Затем играем B5. И снова проводим свой финальный удар с поля А7. Ловим дамку и побеждаем. Так, если белые в этой позиции бьют D на F6, здесь все гораздо более сложно. Надо отдать еще одну шашку, загнать белые в дамки. Затем сыграть ED6. Затем HG5. И найти еще от DE5. Белые бьют. Ну, не важно, тут уже дамкой или шашкой. Затем играем CD6 и наносим так называемый кинжальный удар. Играем Bc5 и ловим дамку белых. И бьем еще дополнительно... Сколько получается? Раз, два, три, четыре шашки белых. С выигрышем. Именно так и было в парте Азимов-Натов. Следующая партия Фомин-Головашкин. CD4, FG5, Bc3, EF6. Дебют называется защита Сокова. Ну, в этой позиции у белых много разных ходов. Можно сыграть CB4, можно AB2, можно GH4, GF4, как угодно. Белые предпочли сыграть AB2. Черные тут же связывают сильный левый фланг белых ходом DC5. После GH4 у белых, конечно, тут преимущество. Надо играть CD6. Ну, пока не даем хода CB4 и ЗБ5, поэтому приходится играть FG3. Тогда играем FE7. Ну, и на ход GF4 надо меняться FE5. Это единственный ход за черных. Белые бьют D на F6. Ну, и после всех разменов у белых более приятная позиция. Видите. Ну, белые предпочли здесь получить что-то большее. Сыграли GF4. Черная игра DE7. И в этой позиции у белых есть три хода. FE5 правильно играть, а вот ходы FG3 и HG3 уже проигрывают. Давайте рассмотрим все три хода. После FG3 мы нападаем GF4. Ну, естественно, закрываться EF2 нельзя из-за того, что мы связываем, видите, оба фланга белых. И у белых вообще нет ни одного хода из-за угроз комбинации или выигрыша шашки. Если же белые играют FE5, тогда здесь выигрывают такой неожиданный удар. Играем B5. Бьем три шашки белых. Ну, и куда бы белые не побили, их дамка ловится. Видите. Черные остаются с лишней шашкой. 8 против 7. Если же в этой позиции белые играют HG3, так же здесь ничего хорошего у белых нет. Черные играют GH4. Ну, после хода FE5 играют ED6. Приходится закрываться HG4. И черные играют FG5. Ну, и в этой позиции еще спасал ход GH2. А вот ход CB4 уже совсем плохо играть за белых. Из-за варианта, указанного Михаилом Старобинским. Играем B5. Пропускаем белых дамки. Ну, тоже проходим дамки. Ну, и после всех разменов выясняется, что дамка белых ловится. То есть, грозит FE7. Дамкой сюда не отойдешь, потому что она будет тут же поймана. То есть, непонятно, как играть. На нападение DE7 проводим удар каблуком, так называемый. Отдаем шашку DE5. И играем GF4. И бьем шашку и дамку с выигрышем. То есть, белые все это увидели. И решили провести сами удар. Отдали две шашки. Затем побили одну. Но здесь белые также проигрывают. Отдаем шашку. Затем еще две. Ну, и куда бы черные не побили, бьем дамку и шашку с выигрышем. Это указал вариант Михаил Старобинский. Кстати, в этой позиции еще все-таки спасал ход GH2. На программе Тоша нашел такой прикольный вариант комбинационный. Смотрите, играем FE7. Ну и на ход HG3. Здесь пошли единственные ходы у белых и у черных. Надо меняться же F6 вперед. И на ход CB4 черные снова проводят вот этот удар. Пропускают белых дамки и сами проходят дамки. Но здесь белых выручает комбинация. Они играют DC7. Ну и если черные закрываются, допустим, дамкой, здесь уже тоже можно отойти, наверное, назад с ничейной позиции. А если черные играют шашкой на C5, тогда белые проводят комбинацию. Они отдают дамку. Затем играют CB2 и ловят дамку черную и шашку. Ну и здесь черные еще, конечно, у них преимущество. Они играют BC7, бьюз дамки. Но после хода FE7 и всех разменов здесь возникает примерно равная позиция. Ну у черных, конечно, преимущество здесь за счет лишней шашки. Но белые могут сделать ничью вполне. То есть рассмотрели ходы FG3 и HG3. Это плохие ходы. Но в этой позиции у белых есть хороший ход FE5. Да, черные играют, ED6 нападают. Надо защищать шашку FG3. После размена черные играют GH4. Белым надо меняться HG3. Ну и здесь черные играют HG5. В партии белые еще могли достичь ничей. Надо было сыграть GH4. Ну после размена GH6 возникает примерно равная позиция. То есть черные рано или поздно разменяются FG5. Ну и партия закончится ничей. Но в партии белые сыграли GH4. Как оказывается, этот ход неожиданно проигрывает. То есть несмотря на центр, белые здесь проигрывают за счет того, что у них связан левый фланг. Черные играют GH4. Ну и на ход GF2 черные играют FE7. Белым надо нападать CB4. Лучшего нет. И черные проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Тоже довольно-таки необычная и неожиданная комбинация. Кажется, что белые должны выиграть. Но на самом деле они здесь проигрывают. Черные играют BA5. Неожиданный ход. И обратите внимание, что нельзя бить шашкой D4 в дамке. Потому что черные тогда бьют дамкой на поле G3. Но после того, как белые бьют, черные пробивают на пункт F2. И дамка белых неминуемо гибнет. На какое бы поле они не побили, белые здесь проигрывают. Соответственно, приходится бить шашкой B4 на H6. Но черные здесь проводят комбинацию. Играют HG7. Затем CB6. И ловят дамку белых. Белые еще сопротивляются. Бьют именно дамкой. Но шашкой бить совсем плохо. Тогда черные бьют вот таким образом. По такой траектории. И белым надо играть Dc5. Черные бьют шашку B2. И белые еще пытаются прорваться в дамке. Играют Cd6. Черные их тут же останавливают. Белые еще, конечно, могут отдать шашку. Попытаться пройти в дамке. Но черные проводят затем вторую шашку в дамке. И получают выигранное окончание. Вот это партия Фомин-Головашкин 1978 года. Следующая партия. Это анализ шашиста Смайдриса 1985 года. Cd4, bc5. Новое начало. И здесь черные пытаются как-то запутать белых. Бьют не на c5, а на a5. Очень хорошо здесь за белых тут же меняться a, b4. И затем бить на поле b4 с большим преимуществом. Но белые могут сыграть и bc3 в этой позиции. Тогда черные играют fg5. Допустим, gf4, gf6, cd4. И белые, и черные ощетиниваются ударными колоннами dc7. Ну и белые здесь как-то хотят еще выиграть. Позиция их более приятная. Они играют dc3. Черные играют cb6. И в этой позиции белые снова строят ударную колонну ходом cb2. Оказывается, это неудачный ход. Ставит белых на грань поражения. Но для того, чтобы черным выиграть, им надо играть очень нестандартно. Здесь они делают сумасшедший ход, на первый взгляд, bc7. То есть они лишают себя опорной шашки b8. Непонятный ход, на первый взгляд. Но на самом деле это сильнейшее продолжение. Ну и тут у белых есть несколько ходов. Аb4, fg3, hg3 и ed2. Три из них уже проигрывают. И все-таки в одном продолжении есть тяжелая ничья. Давайте сперва рассмотрим аb4. После этого хода черные проводят комбинацию. bc5 загоняют белых в дамки и затем сами проходят в дамки вот таким образом. Видите, на любой ход, куда бы белые ни пошли, черные ловят дамку белых, меняют свою дамку на дамку белых. И выясняется, что у черных лишняя шашка. Поэтому они должны здесь постепенно победить. То есть выяснили, что ход аb4 проигрывает. Также проигрывает ход hg3. После этого хода черные побеждают таким образом. Играем gh4. Допустим, gh2. Играем hg7. И на ход ed2 связываем левый фланг белых ходом dc5. Остается единственный ход у белых fe5. Тогда нападаем ed6. Надо закрываться gf4. И проводим комбинацию. Играем hg5. Бой-бой. И затем бьем именно на поле g1. Видите, дамку белым ставить нельзя, так как она будет тут же поймана. И белые проиграют. Белые еще как-то сопротивляются. Отдают шашку ходом cd4. Тогда здесь надо нестандартно побить на поле f6, а не дамкой. Ну и когда белые бьют на поле c5, лучшего у них нет. Черные здесь проводят еще один удар. Отдают шашку cd6. Приходится бить до конца на поле f8. И затем черные жертвуют дамку. И ловят дамку белых с выигрышем. Выяснили, ход hg3 проигрывает. Также проигрывает ход ed2. Просто играем dc5. Ну и все сводится примерно к тем же вариантам, которые мы только что рассмотрели. С ходом hg3. Здесь еще есть ничья. Белые играют fg3. И после хода hg4 надо сделать точный ход. Обычно все в этой позиции ошибаются. Играют ab4. Но после этого хода черные здесь проводят комбинацию. По идее гроссмейстера Зиновия Цирика. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Видите, у белых ослаблено поле c1. Кроме того, есть так называемая решетчатость. Видите, между шашками есть свободные поля. И черные проводят комбинацию. Играют hg5. Затем fe5 пропускают белых дамки. Ну и такая идет своего рода лестница. Видите, отдаем еще две шашки. Пропускаем еще одну дамку белых. Ну, затем мы ловим первую дамку. Затем еще ловим вторую дамку. Очень красивая и необычная идея. Но все-таки в этой позиции у белых была ничья. Для этого надо было белым самим провести комбинацию. Спасал здесь от ed2. И удар d5. Ну и здесь уже черным надо играть осторожно. Надо бить f на d4. Остальное хуже. Ну и после того, как белые бьют на поле c5, как бы черные не били, здесь все заканчивается разменами. И возникает примерно равная позиция. Ну и наконец, последняя позиция. Настоящий шедевр от гроссмейстера Зиновия Цирика. Эту позицию, эту композицию, я бы сказал, даже дроссмейстер создал в 1965 году. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень сложный выигрыш за белых. Белые здесь выигрывают с помощью двух жертв. И кроме того, друзья, здесь есть много, очень много ложных следов. Чтобы победить, надо рассчитать эту позицию на 10 ходов вперед. Белые выигрывают только после жертвы. Ед6. Давайте сперва рассмотрим ложный след. Ход bc3 напрашивающийся не выигрывает. Потому что черные меняются, bc5. Ну и видите, грозит ход cd4, ef6. Поэтому белым приходится играть еd6. Тогда черные отходят. ef6. Ну и видите, в дамки идти нельзя из-за удара cd4. Как бы белые не били, у них плохо. Поэтому белые здесь отдают шашку уже f4. И играют ef4. Несмотря на лишнюю шашку, у черных плохая позиция. Но они еще сопротивляются. Играют еd6, единственный ход. Ну и на ход fg5 кажется, что черным остается только сдаться. Но здесь выигрывает, ой, за черных спасает неожиданный удар. Они играют d5. Белые вроде бы проходят дамки, но их дамка тут же ловится. Ну и возникает примерно равная позиция. Например, d3, dc5. Белые меняются назад. ef4, черные жертвуют шашку, ab4. И беспрепятственно проходят дамки с ничьей. Как выяснили, ход bc3 напрашивающийся, но ведет лишь к ничьей. Правильно жертвовать шашку еd6. Ну и здесь белая игра от bc3. Здесь становятся видны недостатки в позиции черных. То есть видите, у них на двух вертикалях d и e нет ни одной шашки. То есть идет четкий разрыв по флангам. За счет этого белые здесь побеждают. Приходится играть gf6. И здесь снова есть ложный след. Надо играть gf4, а вот напрашивающийся ход gf4 ведет лишь к ничьей. Черные жертвуют шашку ab2. И обратите внимание, что здесь надо бить только вперед. Бой назад даже здесь проигрывает за белых. Черные проводят комбинацию. Играют fg7, пропускают белые к дамке. И эту дамку тут же ловят. И остаются с лишней шашкой. С выигрышем. Поэтому приходится бить вперед. Тогда черные уже играют fg5. У белых единственный ход fe5. У черных также единственный ход gf4. ef6, hg3. И здесь видите, грозит удар gf2. Поэтому уже белым здесь надо быть аккуратными. Здесь надо пожертвовать шашку fe7 и разменяться d5. Ну, постепенно белые достигают ничьей. Выигрыша здесь у белых нет. Но все-таки в этой позиции выигрывал ход gh4 вместо gf4. Теперь у черных есть два продолжения. Ну, вернее, тут одно продолжение fe7. Единственный ход. И белые снова делают единственный ход. hg7. И вот в этой позиции надо найти также очень сложный ход hg5. Только он ведет к победе. Уже вторая жертва шашки. Напрашивающаяся комбинация ef4 ведет лишь к ничьей. Черные играют hg7. Ну, и, допустим, на ход дамкой на поле g5 они играют bc5. Какая идея? Допустим, белые куда-то уйдут дамкой. Допустим, на h4 черные жертвуют шашку cd4. И успевают прорваться на левом фланге белых. Это ничейная позиция. Белые здесь победить не могут. Комбинация здесь ведет лишь к ничьей. А выигрывает парадоксальный ход hg5. В чем идея? Вот здесь уже на ход hg7 белые как раз-таки проводят удар. Они играют ef4, затем g6 и бьют дамкой уже на поле d6. И здесь неожиданно выясняется, что у черных проигранная позиция. Как бы они ни играли, белые выигрывают. На ход bc5 или gh4 здесь надо сделать точный ход дамкой. Сыграть на поле e5 это единственный выигрыш. И здесь белые уже должны победить. Ну допустим, если черные заходят в любки, тогда меняемся таким образом. Ну и выясняется, что эти шашки 4 надежно задержаны шашкой и дамкой белых. А шашка d2 держит шашку черных g5. Ну допустим, gh4, d e3. Рано или поздно черные сыграют hg3. Тогда мы разменяемся. Ну и будем затем ходить по полям g7 и h8 с выигрышем. Если же в этой позиции черные бы сразу сыграли gh4, мы бы тогда разменялись cd4. Затем ушли бы дамкой на поля g7 и h8. Ну и так же легко побеждали бы. Черные это видят. Поэтому после хода hg5 они не играют hg7, они играют ab2. Жертвуют шашку. Бьем вперед. Ну и здесь уже на ход hg7 белые проводят свою финальную комбинацию. Также можете поставить видео на паузу, кто еще не увидел, не нашел этот удар. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые играют f4, пропускают черных дамки. Затем размениваются вот таким образом и проводят удар по кругу. Так называемое колесо. Игра gh6 и ловят дамку черных и рубят три шашки черных с выигрышем. Такая очень красивая вещь от гроссмейстера Зиновия Цирика. Настоящий шедевр. Друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!